Девушки отдыхают Меня зовут Женя, мне 27 лет, я гончар-керанист Я пришла к этому не сразу, хотя это дело вызывало у меня интерес с самого детства А когда уже вопрос стал о выборе профессии, то, конечно, социум мне навязывал, что творчество — это не профессия Что человек должен работать на нормальной человеческой работе, ну, например, в офисе Никто не говорил никогда о том, что работа и вот дело твое, оно должно делать тебя счастливым, это главный критерий Я училась для того, чтобы получить образование, для того, чтобы получить корочку Работала для того, чтобы получать зарплату Мне повезло, что я училась заочно, то есть не тратила много времени на учебу, и я пробовала себя в разных профессиях Это были административные должности, я работала администратором отеля, я работала пиар-менеджером, руководителем службы в одной компании Эта сделка меня не устраивала, то есть я больше вкладывала в себя, в свои жизни, в свои энергии, нежели получала Я не могу сказать, что это были зря потраченные годы, но я четко понимала, что это все временно То есть я пришла для того, чтобы что-то получить, то есть я понимала, что это у меня, ну, какая-то такая школа жизни, ну, экспресс-подготовка к чему-то, что будет дальше И в один прекрасный момент возникла такая ситуация, когда я лишилась всего Я развелась, лишилась семьи, работы и дома Поняла, что время что-то менять, пора перестать быть ведомой, пора перестать делать то, что мне навязывают, то, что мне диктует социум, то, что якобы положено и правильно А начать делать то, что хочется лично мне Когда закончился мой киевский период, то мне захотелось найти новый город В Запорожье я приехала абсолютно случайно, у меня здесь не было друзей, не было родных и близких Вот, но я приехала и я почувствовала тут, ну, вот что-то то самое Я точно знала, что я хочу распоряжаться всем временем своей жизни, вот всем, что есть Это было для меня важно Еще для меня было важно что-то делать руками Вот мне очень привлекательна была идея натурального обмена То есть я что-то создаю и меняю это на что-то Мне хотелось создавать какие-то простые вещи, которые люди будут использовать в быту Нашла в интернете объявление о том, что идет набор на начальные курсы Я пришла, я взяла в руки глину на тот момент впервые в жизни И все, я поняла, что это мое Каждую ночь снилось, что я либо что-то леплю, либо там прорисовываю какие-то эскизы Либо продумываю какую-то новую очередную серию Это меня просто зажгло Я думала о глине круглые сутки Я поняла, что это делает меня счастливой Я поняла, что я очень люблю процесс И даже сейчас, уже спустя пять лет, я могу ночью проснуться Потому что мне пришла идея Большинство изделий я леплю интуитивно Я слушаю глину на самом деле Потому что глина, она уже говорит, кем она хочет быть То есть мне достаточно просто ее замесить, приготовить А дальше это интуитивное творчество Я могу гончарить с закрытыми глазами И потом смотреть, во что же глина перевоплотилась Когда я беру заказы, я повторяю только свои работы Никогда не делаю повторов работ других мастеров Это для меня принципиальные позиции Сейчас в Украине это довольно-таки массовый тренд Когда для заведений заказывают крафтовую посуду За пять лет было слеплено тысячи работ Когда ты что-то делаешь, ты вкладываешь в это всю себя Ты вкладываешь в это много своей любви И когда человеку нравится, конечно, это вызывает такой трепет внутренний Я могу назвать себя человеком, который нашел свое призвание Но мне не совсем нравится такая формулировка Потому что «нашел» — это звучит как «остановился» То есть, ну, нашел, остановился, ну, все теперь Я нашла направление, в котором я могу дальше двигаться и развиваться Но это непрекращающийся процесс на самом деле Я нашла дело, но я понимаю, что, может быть, и жизни не хватит Для того, чтобы сделать в рамках этого дела все, что я хочу Я считаю, что проблема молодых людей в том, что у них недостаточно мотивации А ее недостаточно потому, что они видят очень мало положительных примеров вокруг То есть они видят достаточно мало счастливых людей Которые занимаются любимым делом и которые счастливы Когда человек говорит, что в этой стране невозможно развиваться, заниматься любимым делом То, как правило, это отмазки Человек не готов трудиться, пахать, да, иногда нужно впахивать Либо человек не готов как-то двигаться, подниматься Лежа на диване ничего не получится То есть нужно создавать ситуации, в которых вы будете что-то пробовать, что-то познавать Нужно бояться, развязываться То, что вызывает у вас интерес В Украине, между прочим, возможностей гораздо больше, чем в многих других странах Особенно сейчас очень большой спрос на ручной труд, на все хендмейт-штуки Это очень популярно Люди это поддерживают, людям это нравится Люди хотят окружать себя красивыми вещами Которые кто-то специально для них создал и вложил в эту частичку своей души Как бы это оборудование Возможно, моя история кого-нибудь вдохновит или промотивирует в действии Самое главное, отслеживайте, что делает вас счастливым Что вызывает у вас внутренний отклик Просто будьте честными с собой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok